Слава Господу! Я хочу прочитать место Писания, которое записано во Второзаконии 11 главой. 11 стих, 12 стих. «Земля, о которой Господь, Бог твой, печется». Это выражение заставляет нас задуматься, обратить внимание на слово «земля». Люди в процессе жизни смотрели на это по-разному и по-разному воспринимали это слово. Можно просто задать себе вопрос, какая же была первозданная земля? Как она была устроена? Некоторые люди задумывались и решили по тому положению устроить так, как оно росло все на этой земле. И ученые создали такие условия до потопного времени. Сделали такие условия, где было очень много кислорода, и выращивали, и вырастили помидоры, которые поднялись, как дерево. И плоды были очень большие, громадные. Даже не верилось, что это так может. Земля. Бог сотворил землю для человека, чтобы он жил на этой прекрасной земле. Люди думали, как это все устроено, что и они в процессе своей жизни относились к этому по-разному. Первый мир, который существовал до потопа, относился к этому очень неправильно. Очень, ну, стали делать то, что не почитали то, что Бог сотворил эту землю. И в сердцах у людей было зло. И только зло. Но Господь после потопа обратил внимание на то, что Бог заключил с Ноем завет. И Он сказал так. «Впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и земля, день и ночь не прекратятся». Мы встречаем и рассуждаем над тем, что люди очень по-разному живут на этой земле. Относятся к этой земле по-разному. Хотя мы все понимаем, осознаем, приходит к нам такое сознание, что от земли зависит наша жизнь. Земля дает нам плод, все необходимое для нашей физической жизни. И как мы относимся к тому, что мы понимаем земля. По-разному люди языческие народы принимали, поклонялись чужеземным богам, идолам и рассуждали о том, что цивилизация растет, что они заслуживают внимания, что мы достигли того или другого. И по-разному воспринимали. Но Писание говорит о том, что Бог восседает над кругом земли. Что Бог повесил землю ни на чем, Иол говорит. Как понимали племена, народы, понимали, что где-то земля плоская, на китах держится. Но Бог открывал тайну, Бог говорил о том. И тот завет, который Бог поставил с Ноем, он действует и по сегодняшний день. Хотя люди населяют эту землю с разным пониманием и отношением к этой земле. Мы видим из истории народа израильского, когда Бог переселил в Египет, они жили среди египтян. Но Бог сказал в свое время, что Он переселит и даст особую землю. И мы читаем, что там населялись люди, которые содержались на этой земле. И эта земля была очень хорошая. Населяли их где-то шесть народов. И Бог не захотел, чтобы народ израильский жил среди этих людей. Он сказал о том, чтобы они шли, и эти народы должны уйти с той земли по особому намерению Божьему. Хотя мы слышим и читаем, Иисус Навин и Халев были среди солдатаев и видели, какая прекрасная земля. И это плодовитое, прекрасные города. Бог устраивал этих людей. Но они относились к образу жизни и пониманию земли, что это, по-видимому, ихние идолы дают. Такой успех. Что относились к тому, что они достигли что-то своими обращениями к идолам. И Бог не захотел, чтобы эти люди населяли эту землю. Их отношение было неправильно к земле. Они понимали иначе и думали, что они преуспевают благодаря этим идолам. И Бог повелел народу своему, чтобы он изгнал эти народы из земли богатой, богатейшей земли. Если они жили в Египте, то поливали, трудились. Были специальные такие приспособления, чтобы доставить воду на возвышенные места. Потому что Нил, обычно речки, находится в низине. И нужно было приспособление работать ногами, крутить колесо, которое поднимает воду и по стекам течет, орошая эту землю. Но он сказал, что я даю вам землю, где буду посылать дождь в свое время. Буду выращивать то, что именно вы будете ходить и правильно воспринимать это чувство. То, что мы все и народ израильский зависим от земли. От того, что Бог посылает все необходимое. И забота Божия, завет, который поставил Бог с народом израильским, с Ноем, он вечен. Он и до сегодняшнего дня работает. Мы порой не трудимся непосредственно, не входим в то, что сеем, пашем, работаем на земле, как фермеры работают. Но мы имеем с вами возможность видеть это сегодня. Какие плоды? В свое время, когда я был молодой парнем, многих этих некоторых плодов я даже не видел и не пробовал. В Америке мы имеем достаточно всего, чтобы попробовать. Бог переселил. Как мы относимся ко всем этим, что мы заслужили или то, что цивилизация достигла того, что мы достигли. Но Писание напоминает нам очень важные отношения, что Бог заботится о земле. Как мы относимся к этому, как мы понимаем то, что мы имеем эти продукты. В свое время в жизни Давида случилось так, история говорит, проблема получилась с Навалом, и жена у Навала была Авигея. Они жили, и Давид, и люди его имели отношение к пастухам этого богатейшего на то время человека. Но о нем говорится, что он был жесток и злой нравом. Когда Давид поступал правильно с этими людьми, ничего не брал, хотя можно было сказать, он богатый, можно взять там овцу или другое, но он относился честно. И пришла нужда, когда стригли овец у Навала, и Давид послал своих отроков, чтобы попросить продуктов некоторых для его людей. Он отнесся к этому очень жестко, высмеял Давида. Давид этого не заслуживал. По-видимому, здесь есть какой-то штрих в этом, что человек тот считал свое богатство – это его заслуга. Это он именно достиг того, что и будучи среди народа израильского, получалось такое отношение сердечное, что он был жестокий и злой нравом. Высмеял Давида. И когда он узнал, что Давид и шел с намерением, чтобы уничтожить его, весь мужеский пол, то он, можно сказать так, что парализовало его, этого Навала, и через 10 дней он умер. Отношение отношение к земле. Во все дни земли, во все дни земли, сенье и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Слава нашему Богу! Хотелось бы, чтобы мы воспринимали правильно, потому что очи Господа постоянно на этой земле, чтобы давать жизнь всему и особенно для человека. Потому что Бог создал человека на эту землю для славы своей, как мы воспринимаем том все, как мы имеем видеть эту заботу. Потому что Бог многократно напоминал и напоминает нам другие места Писания, которые говорятся о том, 37 стихе Иов, напоминай, 6 стихе. Ибо снегу Он говорит, будь на земле, ровно мелкий дождь и большой дождь в его власти. От Бога приходит благополучие, от Бог посылает в свое время дождь, если народ почитает Бога, прославляет, хотя люди ведут образ жизни иначе. Но Бог остается верным в своем завете и кормит и питает все живущее на этой земле. От Его благоволения мы сегодня живы в этой стране, в изобилии, имеем это все. И не наша заслуга, но в смирении посмотреть на то, что Бог даровал человеку все необходимое для жизни. Мы понимаем, что люди сеют, сажают, но Слово Божие говорит, что Бог дает жизнь, Бог растит это все. И Он делает то, что не под силу человека. И это зависимость наша от Бога, потому что не дай нам хлеба, не дай нам пищи, мы все умрем. Поэтому поклон нашему Богу. Поэтому слава нашему Богу, что Он так заботится о нас с вами, живущих, порой неправильно понимающих отношения наши к земле, неправильные к тому, что мы имеем от Бога. Мы ведем очень неправильно мыслим и действуем. Поэтому хотелось бы напоследок задать вопрос такой, хочется задать вопрос. Какой, что выросло, что выросло на твоем духовном поле? Навал, все эти народы, которые населяли ту богатейшую землю, в которую Бог перевел. Может быть, Советский Союз кричали о том, что мы достигли. Но Бог оставался верен в своем обетовании, в своем завете с людьми. Он давал и тем людям все необходимое, а тем более нам, которые мы понимаем, что все зависит от нашего владыки неба и земли, созданного все для человека. И по своей великой любви Он заботится о всех нас. И это, казалось бы, физическое, казалось бы, все необходимое для жизни физическое. Но вопрос задаем о том, что выросло у тебя на твоем духовном поле? Мы помолимся нашему Господу. Поблагодарим Бога. Аминь.